Приветики! Перед началом видео хочу вам дать небольшой апдейт. Вчера, когда я села монтировать это видео, я поняла, что оно получается слишком длинным. Знаю, что вас будет трудно удержать перед экранами 30, а то и 40 минут, поэтому решила поделить его на две части. Поэтому вашему вниманию первая часть этого видео. Ребята, всем привет! Меня зовут Лера, вы на канале про Америку. Добро пожаловать! Сегодняшнее видео у нас снова посвящено языковым курсам. Сегодня я постараюсь ответить на самые популярные вопросы, касаемые языковых курсов, которые, в частности, вы же задавали мне после того, как я выставила свое недавнее видео о языковых школах в США. Если еще его не видели, обязательно смотрите. Сразу маленький такой апдейт из личной жизни. Те, кто на меня подписан в Инстаграме, знают, что я на несколько дней выпала из социальных сетей, потому что немножечко простыла, поэтому, возможно, вы слышите, что сегодня мой голос не такой, как обычно. Те, которые, те ребята, которые смотрят мой канал уже давно, да, знают, что я обычно быстро и много говорю. Так вот, сегодня, поскольку я еще не до конца оправилась, возможно, я не буду говорить так быстро. Соответственно, все те, кто говорят, что я говорю слишком быстро, вот сегодня имеют возможность послушать мою относительно медленную речь. Поэтому еще сегодня я с чайком немножко, надеюсь, видео пройдет удачно, надеюсь, никаких кашлей не будет здесь. Ну что ж, давайте, поехали подробно, детально про языковые школы в США. Один из самых популярных вопросов, которые я слышу, это какой минимальный возраст для поступления на языковые курсы и какой максимальный возраст, после которого данные языковые курсы вы визу, например, не сможете получить. Ребята, хочу вам сообщить, что как такового возрастного ограничения для поступления на учебу в США нет. Этот возраст прописан как 14-79 лет, то есть нормальный такой возраст, да? Я уверена, что все, кто смотрит это видео, попадают в этот диапазон. Соответственно, не переживайте, если вам 28, 30, 40 лет, и вы боитесь, что на языковые курсы вам уже не попасть, это не так. Главное придумать хорошую причину для того, почему вам нужно ехать на эти языковые курсы и поступать в языковую школу в США. Да, причин может быть много. Учить язык сейчас это максимально полезно, максимально необходимо. Мне кажется, все сферы уже затрагивают, да, этот английский язык. Где еще его учить, как не в языковых школах, как не с носителем языка, как не полностью окунаясь, да, в эту среду. Соответственно, если вы переживаете по поводу возраста, да, не переживайте, это не будет самая вот критичная, да, оценка во время получения визы. Оцениваться будет именно причины, по которым вы едете, причины, насколько сильно вам нужны эти языковые курсы и так далее. Некоторые ребята беспокоятся касаемо того, где же можно жить после того, как вы приезжаете на языковые курсы. Многие языковые школы предлагают вам жилье на кампусе, то есть они предполагают, конечно же, что люди, которые приезжают в Америку учить английский язык, не в совершенстве им владеют. Некоторые люди сюда приезжают вообще с нулевым владением языка, и, соответственно, искать жилье самостоятельно им будет сложно. Поэтому большинство школ предлагают жилье на кампусе. По моему мнению, цены там могут быть немножечко дороже, то в некоторых, конечно, немножечко дороже, чем если бы вы просто потратили бы время, да, и нашли бы где-то жилье вне территории кампуса. Но, опять-таки, все зависит от знания английского, потому что вам нужно будет, да, связаться с кем-то, вам нужно будет подписать контракт об аренде жилья и так далее. Это тоже лишние хлопоты, и хотите себя лишить, конечно же, просто берите и снимайте жилье, которое вам предлагает языковая школа. Все будет рядом, вышли из жилья, пошли учиться. В общем-то, время не тратите, деньги на транспорт не тратите и так далее. Если же хотите поискать какие-то более, может быть, affordable, доступные варианты, да, посмотрите аренду жилья, например, на Фейсбуке. Люди иногда сдают там, в русских группах те же, сдают комнаты, сдают дома, сдают квартиры. И потому что я думаю, что снять именно как квартиру, да, полностью квартиру в каком-то апартнерном комплексе вам не получится, потому что вы будете приезжать на месяц, а Лиза обычно подписывается на год, на полгода хотя бы. Помесячно будет дорого, если платить. И вполне вероятно, что вам ее не сдадут, потому что нету кредитной истории, да, нету social security, и, в общем-то, все это бумажного гита. Но вот посмотреть где-то на русских группах, это возможно, посмотреть на крейк-листе, кто-то может арендовать комнату, сдавать, либо же просто даже на Фейсбук-группе города, в который вы будете приезжать, посмотрите, там и американцы точно так же могут выставлять жилье и говорить, там мы ищем румейта. В общем-то, это будет еще один способ, да, улучшить ваши языковые навыки, если вы, например, будете жить в доме с американцами. Какой уровень английского вам нужен для того, чтобы поступить в языковую школу? Честно, никакой. Вам нужно вообще не знать английский, если вы приезжаете сюда учиться, да, английскому языку. Ну, в этом-то и суть языковой школы, вы приезжаете учить английский, то есть никто не обязывает вас знать английский, да, в совершенстве, или даже вот этим на уровне intermediate. Конечно же, будет в какой-то степени сложнее, но школы обычно предлагают вам полнейшую помощь во всех проблемах. Вас заберут с аэропорта, вас поселят, например, на кампусе, вам все расскажут, все покажут, вам предоставят питание, например, на кампусе. И, в принципе, никто вас там не бросит, да, и вы, не зная английский, не будете теряться в незнакомой стране, не зная, что делать, у кого просить помощи. Люди приезжают на языковые курсы с нулевым знанием английского, есть такие, приезжают и начинают его учить с нуля, начинают их учить там базовым вещам, базовым словам, и, в общем-то, кто не ленится, тот учится хорошо. Соответственно, не переживайте, недостаточно хорошо знать английский, все будет хорошо, не волнуйтесь. Что касается визы, как я проведу собеседование, если я не знаю английский, на языковые курсы собеседование можно проходить на русском языке, поэтому берите это на заметку. Конечно же, стоит обратить внимание на тот факт, на какой курс в языковой школе вы хотите поступать, потому что если вы планируете поступать к сдаче экзаменов, например, для поступления в колледж, то у вас не может быть нулевой уровень английского, у вас уже должен быть хороший уровень английского для того, чтобы вы могли поступить на программу, например, Pathway. Туда не берут с уровнем первым, либо вторым, о том, какие есть уровни, я расскажу чуть попозже, соответственно, тоже имейте в виду, да, какая у вас цель, если вы там сразу хотите учить бизнес английский, то, сори, с нулевым уровнем вас опять-таки не возьмут, вам придется брать сначала все те предыдущие уровни изучения языка. Так, с какого же уровня вам нужно будет начинать, когда вы приедете и поступите в языковую школу, приедете в Америку? По прилету сразу же проведут оценивание уровня вашего языка, вам проведут тест, с вами проведут интервью, где вы сможете пообщаться на английском, ну или не сможете, и, в общем-то, определят, на какой уровень вам нужно идти. Обычно в языковых школах существует шесть уровней английского. В первом уровне английского студент знает просто минимальное количество слов, да, чаще используется какими-то вот визуальными предметами, показывая куда-то, да, пытаясь что-то объяснить. На втором уровне уже студент знает немного больше разных обычных повседневных терминов и немного каких-то академических терминов, но опять-таки использует какие-то приметы для того, чтобы что-то показывать, на что-то показывать, что-то объяснять. На третьем уровне студент опять-таки уже знает больше, да, обычных повседневных терминов и уже может использовать какие-то более специфические, академические слова, которые не употребляются вот в повседневной жизни, да, и не употребляется просто при описании, например, математики, да, может там знать, например, какие-то термины, которые указывают на умножение, деление и так далее. Но опять-таки пользуется предметами для того, чтобы что-то еще объяснять, не всегда может все объяснить словами. На четвертом уровне уже студент хорошо владеет разными терминами с повседневной жизнью, и уже может знать какие-то специфические технические термины, которые используются в конкретно какой-то там отдельной сфере деятельности. Конечно же, на пятом уровне уже все еще усовершенствуется, да, словарь пополняется. В общем-то, я думаю, что пятый уровень это уже, наверное, upper intermediate, и шестой уровень это уже advanced, прям fluent. Ну, fluent, мне кажется, в английском невозможно. Здесь сколько я не живу, учусь, учусь и учусь, ну, либо плохо учусь. Но в любом случае, если вы вдруг fluent, пишите это в комментариях, мы скажем вам, что вы молодец. Что ж, вот такие вот есть уровни, да, возможно, в каких-то школах будут немного другие градации. В любом случае, по прилету вы сдадите тест, и школа определит, на какой уровень вам нужно идти, с какого уровня вам нужно начинать изучение, либо продолжать изучение языка. Можно ли перепрыгнуть уровень, знаете, как у нас в школе? Хорошо учился, оп, перескочил, класс, да, ну, хотя нет, у меня в школе такого не было, но, по-моему, у ребят постарше когда-то было. Ну, в общем, здесь такое не работает, никакого суперперепрыгивания не бывает. Вы проходите курс, да, сдаёте экзамен, говорят, что хорошо, нехорошо, прошли ли вы на следующий уровень, либо же не прошли. Такого, что, а знаете, вы тут чудом выучили слишком много, и, соответственно, вы сразу на два уровня вперёд. В принципе, это невозможно, потому что, если вы приходите в языковую школу, да, и вот учитесь там, учитесь на определённом уровне, то вас учат термином, вас учат грамматики этого уровня. Я не знаю, какая вероятность того, что вы как-то рандомно сможете выучить сразу грамматику термины с другого уровня. Соответственно, в большинстве школ, я думаю, во всех школах такого не предусмотрено. Уровень за уровнем. Когда же, собственно, проходит этот переход с одного уровня на второй? По окончанию классов, да, обычно каждый уровень предполагает посещение определённого количества часов занятий. И по окончанию вот этих вот занятий вы сдаёте тест, который показывает, вы учились ли вы хорошо, достойно ли вы перейти на следующий уровень, либо же нет. Нет, я знаю ребят, которые вот на втором уровне, там, ну, в общем-то, на базовых доуровнях могут засиживаться очень-очень много, намного больше, чем нужно было бы, потому что, ну, не делят достаточно внимания, ленятся. Не особо-то им надо, да, ходят туда в языковую школу как бы для галочки, чтобы вот я вроде, да, учу английский, а вроде, а, и не особо-то. Соответственно, здесь тоже зависит от вас, как быстро вы сможете закончить этот уровень, да, то есть вот есть определённое количество часов, которые вы должны будете посетить, вот вы за это время можете действительно всё хорошо выучить и перейти на следующий уровень потом. Но можете и не выучить, можете засидеться и, в общем-то, остаться на одном и том же уровне очень долгое количество времени. Но опять-таки это же в ваших интересах, да, заканчивая этот уровень как можно быстрее и не идти туда на второй год, потому что это всё лишние деньги. Так вот, как вы поняли, да, экзамен издаётся для того, чтобы понять, можете ли вы перейти на следующий уровень. Для поступления же в саму школу никаких экзаменов сдавать не нужно. Всё, что нужно, это связаться с ними, узнать, если у меня там свободное время, да, свободное место на то время, когда вы хотите приезжать и заплатить им. В общем-то всё. Не нужно никаких экзаменов сдавать, соответственно, поступать туда просто. Ведь зачем вам сдавать английский, да, если вы его не знаете, например, да, кто-то не знает. Экзамен, не экзамен, а просто тест, да, чтобы определить ваш уровень, вы пройдёте уже по прилёту. Что можно учить в языковых школах? В языковых школах вы можете поступать на абсолютно разные виды курсов. Ну, это всё будут курсы английского языка, но они будут с разными наклонами. Есть general English. Вот обычный английский, это вот как раз те уровни, которых я вам рассказала, да, где вы будете учить как бы всё обо всём вокруг. Есть бизнес английский, то есть английский с наклоном в сферу бизнеса. Есть курсы, которые подготавливают вас специально для сдачи каких-то экзаменов, например, экзамена TOEFL. Есть курсы, которые подготавливают вас к поступлению в учебные заведения, где вы готовитесь сдавать ACT, SAT. Постоянно забываю название этих экзаменов. И, в общем-то, там вот идёт наклон на это. Есть программы Pathway, где вы вот, находясь в языковой школе, сразу же как бы переходите, да, в учебное заведение, в которое вы хотели бы учиться в дальнейшем. Там вас, опять-таки, готовят тоже к сдачи к экзаменам, а иногда, если вы проходите вот эту вот языковую школу по программе Pathway, некоторые экзамены вы вообще не должны будете сдавать для того, чтобы поступить в какое-то учебное заведение. Эта программа Pathway у языковой школы будет работать только уже с определённым колледжем либо с определённым университетом, поэтому обязательно это уточняйте, чтобы не было так, чтобы вы в одной языковой школе начали проходить программы Pathway, а потом оказалось, что это вообще не тот университет вас ведёт, куда бы вы хотели. Есть очень необычные программы, например, изучение английского и серфинг. Есть программы, где вы учите English through American culture. В общем-то, есть разные виды программ. Это, кстати, может быть один из критериев, по которому вы будете выбирать эту языковую школу. Во время учебы сколько человек с вами учатся? Обычно языковые школы организовывают группы не супер большие, это где-то 8-12 человек. Ну, мне кажется, нормальная группа, да, считайте, в половину нашего школьного класса. Внимания должно хватать всем. Есть школы, где группы меньше, есть по 6 человек, а есть там, где вы будете вообще проходить индивидуальные занятия с учителем. Возможно, цена будет чуть дороже. Здесь, опять-таки, лично ваш выбор, что вам нравится, то выбирайте. Но, мне кажется, группой веселее. Я сколько не ходила на английский индивидуально с преподавателем, мне все время было скучно, мне все время хотелось толпой, знаете ли. Но, опять-таки, выбор за вами. Что ж, я надеюсь, видео вам понравилось. Вторая его часть будет не менее интересная, там я затрону финансовую часть вопроса, которая касается языковых курсов, а также поделюсь советами того, как нужно выбирать курсы и убедиться в том, что они будут настоящие, а не поддельными, и вас там нигде не кинут на деньги. Поэтому, если видео понравилось, ставьте лайки, не забудьте подписаться, чтобы посмотреть вторую часть, и если есть вопросы, задавайте их в комментариях. Как всегда, желаю вам хорошего дня, либо ночи, пока!